Обычное утро редакции газеты «Видновские вести» выглядит примерно так. Корреспонденты трудятся над текстами, фотографы обрабатывают снимки, редакторы находятся в поиске новых, интересных для читателей тем. Вот уже 92 года официальное издание Ленинского городского округа трудится на благо местных жителей. Мы идем много со временем. Ничто не пройдет мимо внимания наших журналистов. Будь то спорт, будь то культурное мероприятие, если какое-то событие в жизни округа. Мы везде первые. Я думаю, что так будет продолжаться и впредь. Потом мы всегда очень внимательно прислушаемся к мнению наших читателей. То есть они нам что-то советуют, они нам что-то подсказывают. Мы всегда на связи и всегда готовы сделать так, как им хотелось бы. Поэтому я думаю, что у нас все хорошо и мы будем в этом же направлении продолжать развиваться. За последние годы коллектив «Видновских вестей» сильно помолодел. Во многом и этот факт повлиял на позитивные перемены в концепции. Сегодня местная газета выходит не только в печатном формате. Ее можно почитать и в электронном виде. Большое внимание уделяется социальным сетям, где публикуются новости, адаптированные для интернет-пользователей. То, что газета вышла на такой уровень, я думаю, в основном заслуга редакторов, корреспондентов, людей. Потому что мы всегда стараемся менять и облик газеты, и подачу материалов, чтобы читателю всегда было интересно. То есть и подбирать еще разную тематику. И спорт, и политика, и общественные, и социальные. То есть освещаем максимально все сферы жизни округа. Корреспондент Этерика Беридзе в «Видновских вестях» уже 32 года. За это время была свидетелем разных этапов становления газеты и в целом современной российской журналистики. Вывела несколько важных для работников СМИ правил. Сегодня она готова делиться своим опытом с молодыми коллегами. Я хочу посоветовать всем приходить в эту профессию с любовью. А второе, хочу посоветовать любить своих героев, о которых пишешь. Мне журналистская судьба подарила встречи с разными людьми. Я старалась писать о них так, чтобы не стыдно было перечитывать. И хочу посоветовать это и своим коллегам, и тем, кто собирается идти в журналистику. Пишите так, чтобы не стыдно было перечитывать. 13 января в России отмечается День печати. Газета «Видновские вести» входит в большую муниципальную группу предприятий, в которой, в частности, и телеканал «Видное ТВ». Его сотрудники в числе первых поздравили коллег с профессиональным праздником. Дорогие коллеги, желаю вам хороших героев, интересных статей, и чтобы меньше было ошибок. Коллеги, как говорится, ни дня без строчки, и чтобы обязательно всегда получали гонорар. Поздравляю вас с праздником, желаю, чтобы не только работа вам приносила удовольствие, но и чтобы в личной жизни все было хорошо и здоровье не подводило. Желаю вам быть самыми любимыми и самыми счастливыми. Много улыбок и хорошего настроения. К поздравлениям присоединяются Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская и весь телеканал «Видное ТВ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!